Всем привет! Вот уже и седьмая часть видео о бывших участниках Фабрики Звезд. Ссылки на предыдущие части смотрите в описании. Жизнь после Фабрики Звезд, часть седьмая. Майк Мироненко пришел на Фабрику Звезд 5, будучи еще очень молодым, но он сразу снискал покровительство Аллы Борисовны. После проекта парень познакомился с кумиром своего детства Андреем Губиным, который стал его продюсером. В 2007 году Майк записал песню «Если ты уйдешь сейчас» и снял свой первый музыкальный клип. Затем последовал клип «Западня», который снимали прямо на Красной площади. Сегодня Майк работает ведущим, открыл свое праздничное агентство «Стереотип Офф» и сильно возмужал. Также закончил актерский факультет в ГИТИСе и даже сейчас для души записывает песни, которые можно услышать в группе ВКонтакте творчества Майка Мироненко. Майк крайне негативно относится к фабричному прошлому и проекту в целом. Сменил имидж, чтобы максимально не соответствовать фабрике. В 2007 году Юля Паршута стала участницей фабрики «Звезд 7». После проекта получила приглашение от Константина Меладзе стать участницей группы «Инь-Янь», с которой выступала и гастролировала до августа 2011 года, после чего девушка решила заняться сольной карьерой. В 2012 году Юля представила свой первый сингл «This is my song». Режиссером одноименного клипа стала сама Юлия. В 2014 году Юлия получила первую главную роль в полнометражном фильме «Полцарство за любовь». Через год актрисе довелось сыграть в картине «Бармен», которая в целом получила положительные отзывы. Также Юля участвовала в шоу «Один в один». В 2016 году Юлия продолжила радовать поклонников новыми синглами и работами в кино. В качестве эксперимента певица даже перевела несколько американских песен на русский язык. Российским телезрителям пришлось по душе участие Юлии Паршуты в проекте «Один в один», поэтому певица появилась в шоу в сезоне 2016 года. По словам самой Юлии, на данный момент артистка переживает роман с музыкой. Серьезные отношения с мужчиной в жизни Паршуты были, но имени его исполнительница пока открывать не хочет, лишь комментируя, что этот человек многому ее научил. А совсем недавно вышла новая песня Юлии Паршуты «Остоловиста». Наверное, она порадует поклонников и придется им по душе. Участник второй фабрики звезд Дмитрий Просковин запомнился телезрителям своим природным обаянием и шикарным голосом. Дай на моих руках Однако после окончания проекта Дмитрий на некоторое время перестал появляться на сцене. Он не гастролировал и не давал концерты, ведь на то время Дима стал упорно работать над своим новым музыкальным материалом. Он был в постоянном поиске хорошего композитора и применял на себе все новые и новые творческие образы. В 2008 году вышла песня музыканта «Одиночка», над которой Дмитрий долго работал. И она стала для него особенно близкой. В личной жизни Дмитрий по-прежнему один и ищет свою вторую половинку. Просковин дружит с Еленой Темниковой и Иракли Перцхалавой. Ребята пронесли дружбу сквозь многие годы. На данный момент Дима занимается организаторской деятельностью и устраивает концерты в столице. И по-прежнему выступает сам. Фабричное прошлое вспоминать особо не хочет. У Екатерины Цыпиной, участницы фабрики «Звезд 7», нет никакого музыкального образования. И до проекта она работала в Уфе, в автосалоне менеджером по продаже машин. Знакомых тьма, а друга нет. С окончанием фабрики «Звезд» в репертуаре Екатерины так и не появилось ни одной новой песни. Еще во время шоу ходили слухи, что Константин Меладзе хотел создать группу с участием Екатерины и еще одной фабрикантки Натали Тумшевич. Но задумка так и осталась нереализованной. Интересно, что Константин Меладзе как-то даже посвятил девушке песню «Катя», которую исполнила группа «Бис». На композицию был снят клип с участием Екатерины. В настоящее время Екатерина Цыпина занимается серьезным делом. Она помощник директора в Роспатриот-центре. На фабрике «Звезд 5» Руслан Масюков выделялся некой отстраненностью. Однако это не помешало ему стать серебряным призером проекта. Фабрика принесла Руслану определенную известность, которая помогает ему держаться до сих пор на плаву. Многие помнят его блестящие хиты «Аривидерчи, малышка» и «Целься». После фабрики Максим Фадеев активно занимался подопечным, но затем постепенно интерес сошел на нет, и Руслан ушел в абсолютное сольное плавание. Руслан выпустил альбом «Ты и я», а еще работал VGM на канале Ру-ТВ. В жизни Руслана были разные времена и часто тяжелые. Ему приходилось в прямом смысле выживать, работая на стройке или стоя за прилавком магазина. А ведь для творческого человека это колоссальные усилия, и Руслан через какое-то время уходил в себя. Собственно, так и родилась идея с рестораном «Де Арагон». В моей жизни случилось, что я открыл ресторан. Мне всегда было интересно посмотреть в первую очередь на людей, те, которые себя называют «селебрити», чтобы вот они вышли в люди, одели фартуки, сняли короны и просто как-то вот пообщались, что называется, на равных, даже, наверное, не на равных, а с какой-то такой подачей, что «Ребята, мы сегодня обслуга». Однако сейчас этот ресторан уже в других руках. Руслан продолжает развиваться как музыкант, артист и творческая личность, записывает песни и выступает. Так получилось, что Руслан по-прежнему один. Для него близкими людьми остаются несколько друзей, с которыми он многое прошел. А самый близкий – это мама. И самое важное – BMW, о котором так громко заявляли в финале шоу и показали на всю страну и СНГ, Руслану так и не отдали. Большое спасибо концертной компании «Кит» и лично Алексею Полихуну за помощь в создании ролика. Передаю привет подписчикам канала «Знай обо всем». Надеюсь, вы действительно узнаете обо всем вместе с вашим замечательным ведущим. Хочешь попасть в следующие наши выпуски, как эта девушка? Тогда записывай фразу «Смотри канал «Знай обо всем» и «Знай обо всем» и присылай на почту «Знай обо всем» собака.gmail.com Креатив приветствуется. На сегодня все. Удачи!